Девушки отдыхают Со вчерашнего дня пресса пестрит заголовками вроде «В колледже Коми сожгли книги чуждой российской идеологии». Новость впервые появилась на сайте регионального издания «7 на 7», а написана она была по официальному ответу Министерства образования Республики Коми. Документы вы сейчас видите на экране. Вот фраза о сожжении. В Воркутинском горноэкономическом колледже выявленная литература изъята, списана и уничтожена путем сожжения. И, обратите внимание, подпись исполняющей обязанности министра Светланы Моисеевой-Архиповой. Журналисты журнала «7 на 7» позвонили в библиотеку, там им рассказали, как именно жгли книги. Убирается индикатор из каталога, достаются формуляры, книги сносятся вниз и в ящиках сжигаются. То есть мы эту процедуру уже делали неоднократно, потому что фонд ветхий списывали. Но выносится, да, и в определенном месте сжигается, конечно. На историю обратили внимание в Министерстве культуры. Владимир Мединский пообещал разобраться в ситуации. «Я считаю», — сказал он, — «что в принципе сжигание книг — это из той же серии, что и снос любых памятников. Это настолько плохо выглядит и вызывает настолько странные исторические ассоциации, что, на мой взгляд, это совершенно недопустимо», — подчеркнул министр. И после этих слов Мединского в Москве, в Коми, ситуация начала развиваться по совершенно иному сценарию. Сначала в Министерстве образования Коми мне сказали, что библиотека некорректно предоставила отчет, а все книги, оказывается, целы и невредимы. Я позвонила библиотеку. Елена Васильева, заведующая, тоже сказала, что книги они вовсе никакие не сжигали и неверную информацию Министерству образования не предоставляли. А издание 7 на 7, сожжение, она ничего не комментировала. Более того, исполняющая обязанности министра образования Республики Коми Светлана Моисеева-Архипова, которая подписала тот самый документ, где говорится о сожжении книг, вот вы снова видите его на экране, в телефонном разговоре сказала мне, что документ она в таком виде, оказывается, вообще не подписывала. И откуда его взяли в редакции 7 на 7, не знает. Этот документ я не подписывала. Этот документ с таким текстом я не подписывала. Я не могла такой документ подписать. У меня возник логичный вопрос, почему тогда пресс-секретарь Министерства образования о существовании документа в таком виде не отрицала, а появление надписи о сожжении объяснила тем, что эта библиотека предоставила некорректные данные. На что Моисеева-Архипова сказала, что, цитата, не знает, кто мне там и что комментировал. Мы позвонили в издание 7 на 7, в котором, собственно, и опубликовали этот злополучный документ. Вот что нам там рассказал главный редактор Максим Поляков. К слову, книги, которые как феникс восстали. Из пепла, всего 54 экземпляра, произведения «Мировоззрение», авторы Джон Ленокс, профессор математики Оксфордского университета, и Дэвид Гудинг, почетный профессор греческого языка Королевского университета в Белфосте. Субтитры создавал DimaTorzok